Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом смысле ваш оптимизм меня вдохновляет. Хорошо, давайте посмотрим тогда на отношения между Россией и Америкой, потому что тут происходит очень важный раздел, который у нас идет от Трампа, где можно обсуждать, как он смотрел на Россию плохо, хорошо, с российской точки зрения. Но с нашей точки зрения, с моей точки зрения, он был агентом Кремля, поэтому зачем с ним после этого говорить или доверять, когда ты знаешь, что этот человек думает раз только о себе, а если не о себе, то о Владимире Путине. И, возможно, даже не в этом порядке. Скорее, наверное, о Владимире Путине в начале, потому что это его деньги, это его финансирование, это его будущее, это его поддержка. Ну и, естественно, все это означает сам Дональд Трамп. Но при этом это почему-то есть столько умных людей, для которых противостояние Кремлю и Путину это номер один. Вот вы упомянули это в вашем стриме, как бы голосующие, для которых это вот единственный пункт. Но при этом, если это единственный пункт, почему тогда нельзя сказать Трамп-Путин в одну стопку, и тогда, соответственно, все, что не Трамп, должно быть лучше. Тут появляется более большая печальная проблема, насколько Трамп заразил и заражает республиканскую партию, которые, с одной стороны, помнят о своей традиционной исторической роли противостояния Советскому Союзу и так далее, а с другой стороны, продолжают подсасываться под Трампа, а Трамп за Кремль. Тут несколько вопросов. Посмотрите, что касается Трампа. Ну, сейчас уже, спустя несколько месяцев после инаугурации Байдена, можно сказать, что Трамп действительно был, ну, такой нетрадиционной фигурой политической. Хотя ему почему-то это относили в достоинство, что он не связан с крупным политическим истеблишментом, что не совсем так. На протяжении всей своей истории, он, кстати, начинал как демократ, потом как стал республиканцем, и всегда очень имел тесные связи в Нью-Йорке с демократическим истеблишментом, ну, не только им, но в частности им. Да, он всегда, что очень важно, а это отличает его от всех остальных политиков, которые там традиционно не трезво, можно спорить, но действительно в Америке очень традиционная политическая система и, соответственно, истеблишмент тоже формируется традиционными способами. Но он остался бизнесменом, вот это главное. То есть он считает цифры доходов, а не, так сказать, политических расходов, как это делает политик. Политик не за деньгами все-таки приходит в политику, хочешь заработать денег, иди, занимайся бизнесом. Нахрена ты участвуешь в политических выборах, которые несут только расходы, они несут доходы, в принципе не несут. Если ты не занимаешься коррупцией, ну, в Америке невозможно заниматься коррупцией, в России можно заниматься коррупцией, политику идут именно для этого, для обогащения. Америка другая страна, и ты не можешь... У нас другая страна в том смысле, что у нас коррупция, к сожалению, больше на законодательном уровне, когда какая-то корпорация вкладывает политику. Да, лоббирование и так далее. Потом появляется закон, который помогает всем, а эти все это одна корпорация. Но вот чтобы принести человеку чемодан денег, этого вроде бы пока нет. Нет, ну, этого точно нет, хотя вот лоббирование является спорной такой темой, но больше публичной, да. Она же урегулирована законодательно, поэтому это не совсем... А крайне реофициально, да-да-да, вы правы. Да, она урегулирована, но другой вопрос, что тут всегда очень грань такая тонкая, где тут начинается коррупция, начинается законное лоббирование, которое декларируемо, публичное и так далее, и так далее. Как используются деньги, получаемые в виде доходов, значит, фондами соответствующих кандидатов. Но это другой вопрос. Трамп оставался именно бизнесменом. Вот он считал, значит, на эти 2% я живу, как в анекдоте, понимаете. Он все мерил на то, сколько на этом можно заработать. Вот все, неважно, от Северной Кореи, ее ядерной программы, и заканчивая, значит, там, неважно, строительством стены и чего-то подобного. Он все мерил на деньги. Политика так не работает, да. Ну, вот даже вот этот конфликт с европейскими союзниками, где он очень обоснованно говорил о том, что мы, Соединенные Штаты, вкладываем львиную долю в бюджет военный НАТО и так далее, защищаем, обеспечиваем европейскую бюджет. Почему вы торгуете с вашим потенциальным противником, от которого защищается НАТО, с Россией и так далее. Но ваши мизерные вложения в европейскую безопасность, в коллективную безопасность, что неэквивалентно, вот, правильно, в правильном смысле, так сказать, суммам, которые бы достойны были крупных таких экономик, европейской в целом, или, там, немецкой, французской и так далее, так далее, так далее. С одной стороны, он уверен был, но это логика бизнесмена, барыги, понимаете. В политике это так не работает, потому что геополитическое влияние, доминирование политическое, оно обязывает. Ты всегда расходуешь, как страна, больше, нежели получаешь от этого. Ты обеспечиваешь стабильность высокой ценой. У меня такое подозрение, что, возможно, это просто неправильный подход к бизнесу, потому что правильный бизнесмен должен смотреть в долгую. Как бы, так сказать, как он будет процветать. По-разному. По-разному, кстати, есть и такие бизнесмены, и другие, и даже в Америке есть, мне кажется. А смотреть только на короткую, выиграешь короткую сегодня, 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 то через год с тобой никто бизнес не будет делать. Все-таки политика еще более сложная вещь, чем бизнес. Бизнес – это все-таки извлечение доходов. Ни для чего другого он считать не может. Политика совершенно не для извлечения доходов. Она может жить и на расходы, поэтому она просто обеспечивает те условия, при которых эта жизнь является стабильной, неконфликтной, возможность для благополучия всех, а не какого-то избранного класса. Но это уже другой вопрос. Так вот, что касается того, что Трамп был или не был агентом. Но, понимаете, если вы ведете себя так, давая возможность обвинять вас в особых отношениях и так далее, не делая ничего, чтобы наоборот эти подозрения оспорить, что всегда можно сделать, сказать, нет, слушайте, я не имею никаких отношений с Кремлем. Но вот эта последняя хельсинская пресс-конференция известной встречи их, это же было, я доверяю, славам Путина больше, чем собственного разведсообщества по поводу вмешательства выборов. Но так не может говорить президент. И не только… Я абсолютно с вами согласен, да, абсолютно согласен, но даже Юрий Швец, который у вас на программе подтвердил, что Трамп был завербован и так далее, это классика. Но почему после этого о Трампе можно серьезно говорить, как о человеке, у которого была политика по поводу России и так далее? Я вам скажу, для этого нужны соответствующие решения судебных и иных инстанций Соединенных Штатов. Вот сейчас у него в Нью-Йорке будет большой суд, известно, что уже там отбирается, но по поводу его налогов, по поводу его бизнеса, по поводу организации Трампа, да, вот то, что называется экономические обвинения. Все-таки Америка страна, в которой, если уж его обвиняют в пионаже или там, я не знаю, в особых отношениях, может быть, это не вполне в пионаже, а зависимость экономическая, да, если он действительно эти кредиты через Deutsche Bank гарантами выступали российские банки, подконтрольные Кремлю, то все-таки это надо опубличить раз, доказать два и, так сказать, сделать выводы, ну, на предмет наказания, пеналти. Ну, ведь Трампа можно посадить. Хорошо, я принимаю вашу логику. В России Путин, никогда там Гага можно грозиться, но, скорее всего, этого не произойдет. А в Америке есть суды, так давайте посмотрим. Ну, посмотрите, что произошло с Алл Капоне, которого посадили за налоги. Это не доказало, что у нас нет официальных доказаний, что Капоне был гангстером, правильно? Это верная логика, это не отменяет факта того, что, значит, Алл Капоне был гангстером. Почему? Потому что, ну, дело-то прошлое, его осудили, и он умер в Алькатрасе, да, насколько я помню. Но это не отменяет того, что все знали, что он гангстер. Так и тут, если Трампа осудят за уклонение от налога, за мошенничество и так далее, там, с его этими декларациями и так далее, ради бога, его осудят за это. Но все будут всегда жить с подозрением того, что он был не так прост. Когда-нибудь откроются архивы ФСБ, там, спецслужб российских, СВР, там, и так далее, и мы увидим там какие-то видеозаписи, какие-то документы. Если этих документов нет у американской стороны, то, еще раз повторяю, можно говорить, обвинять. В Америке, тем более, действует первая поправка. Любой может обвинять Трампа, это его право, а я считаю, что вот он такой. Но повторять доказательства – это немного другое. Что по итогам его политики? Вы знаете, в Америке, например, огромная еврейская община, ну, не то русская община даже, шире, скажем, она поддерживает Трампа. О, да. Она поддерживает Трампа. Мой следующий вопрос, да. Да, но а почему? Потому что они все-таки, для них вторично его отношение с Путиным. То есть, русская община воспринимает, ну, понятно, для еврейской общины важно его отношение к Израилю. Потому что его дочь за евреем была в браке и сама фактически приняла геюр и так далее. Для них это важно. Эти вещи играют для них решающее значение. При том, что вообще американские евреи поддерживают демократическую партию. Это же известно. И на протяжении многих лет большая часть голосует именно за демократов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, почему именно российские? Потому что они несут на себе менталитет из прошлого советского. Которая как раз-таки искала, чтобы у власти находился не слюнтяй какой-то там, да, а вот такой крепкий товарищ, который говорит и делает слишком жесткий и так далее. И для них, в общем, роли его взаимоотношений с Путиным большой не играло. Они, я не думаю, что руководствуются тем, что вот он большой друг Путина. Это так печально, потому что они думают, что они поддерживают, что Трамп поддерживает Израиль. А на самом деле, на то, что мы видим, это как бы договоренность была между Бибией и Трампом. И они друг друга там поддерживали. И поэтому это как бы не настолько это, в общем-то, много есть с чем поспорить. Но картинка была создана для тех, кто уже собирался поддерживать Трампа. Вы правы, да, есть люди, для которых Израиль абсолютно это номер один. Но имеет право. Имеет право, абсолютно. Но вот почему и в этом контексте было бы интересно услышать ваше мнение. Я не хочу вводить человека, но он как бы представляет тему и точку зрения. Господин Иларионов. Вы сами про него меня слышите? Я его знаю, Андрей Николаевич. Долгий год. А я его не знаю. Я когда слышу какие-то сноски, я думаю, что? Что? И я даже не хочу... Но он популярен? Он выражает... Почему? Вы же только что, мне кажется, выражаете вполне противоположную точку зрения. Нет, я сдержанно смотрю и на то, и на другое. Если я повторяю, как в своем стриме буквально накануне, если мы увидим, что Байден... Потому что у меня другая критерия оценки. Потому что мой критерий оценки – это отношение действительно с Путиным. Если бы я оценивал критически Трампа, именно с единственной точки зрения, с того, что действительно были обоснованы, на мой взгляд, личные подозрения, что у Трампа были особые отношения с Кремлем, особые отношения с Путиным. Вызванные... Нет, они были разные. Я думаю, что он действительно имел материальные отношения. То есть его интересуют деньги. Я уже сказал, он бизнесмен. Если мы увидим, что Байден решится играть в детант или в перезагрузку, или чего-то подобное, мы точно так же будем относиться критически к Байдену. Байден должен придерживаться, с моей точки зрения, не в отношении других вопросов. Он там может иметь особый вопрос по внутренней политике, по отношению Израиля, иранской ядерной программе, сирийского вопроса. Ради бога. Мы просто не американские избиратели. Глупо говорить. Вот ты станешь американским избирателем, тогда ты будешь оценивать в комплексе. Но если Путину так и будут играть с ним в поддавки, то мы прекрасно понимаем, что это ладно, боксингом в России ничего не будет хорошего. Это точно. Потому что если Путин не имеет никаких угроз, никаких рисков, никаких инвектив со стороны Вашингтона, значит, он может свободно действовать с развязанными руками и внутри страны тоже. То есть продолжать людей сажать, убивать, отравить новичком. Но это он будет делать не только во внутренней политике, он это будет делать и вовне. Ну, может быть, это не доказательство до Вашингтона. Вашингтон далеко, чем из океана. Но в Европе мы уже видим это проявление. Понимаете, Марк, если смотреть на Трампа как агента Кремля и смотреть на то, что произошло у нас в Вашингтоне 6 января, то в этом смысле, мне кажется, большая тут важная тема для Байдена, потому что при Обаме был вопрос о том, что нужно сдержать. Сдержать, чтобы он не стал эта гадюка вылезать из этой гадюшницы и остаться там. А теперь мы видим, что эта гадюка просто наступает, и она может захватить власть здесь через своих агентов. Поэтому мне кажется, что для Байдена чувство того, что с этим нужно что-то делать, это дает мне надежду, потому что действительно он прагматик, он, конечно, эмоциональный, но он хочет найти какой-то общий язык. Он не может найти общий язык с Кремлем, он не сможет найти общий язык. И мы это знаем. Вот это ощущение, что сзади дышит вот это республиканское ордло, я не знаю, то это просто... Смотрите как, с республиканцами тоже не все так просто, потому что все-таки есть Трамп и есть республиканцы. Это далеко не всегда одно и то же. Я это говорю не как дилетант. Я это говорю как человек, встречаясь со многими республиканскими сенаторами и конгрессменами. Я много раз встречался и с демократами, тоже, да, я с Маккейном встречался, с Джонсом встречался. Я многим встречался за период последнего вот этого десятилетия, поскольку вел дела и приезжал часто, значит, в Вашингтон, и имел общение в Белом доме, имел общение в Конгрессе, значит, National Council и так далее. И могу судить, ну, в основном, конечно, это было и при администрации Обамы, немножко при Трампе и так далее. Могу судить об этом. То есть понятно, что, на мой взгляд, Трамп не может в дальнейшем остаться ключевой фигурой. По многим причинам. Потому что, да, им сложно от него отделаться республиканцам, потому что тот, кто не поддерживает Трампа, теряет избирателей, которые поддерживают Трампа. Да, они имеют вот эту зависимость. Но она не будет долгой. Очень по многим причинам. Мы сейчас здесь начнем обсуждать. Уйдем очень далеко. Я надеюсь. Да. Но я хочу сказать о том, что, смотрите, вот я все время слышу катастрофические сценарии про Америку. И там, и тут, и вот, как выясняется в самой Америке. Говорят, что если придет темнокожая Обама, все, Америка рухнет и не станет. Почему она продолжает стоять, и как существовало, при наборе всех тех противоречий, которые есть. Потом говорят, если придет Трамп, это вообще девелопер, который все разрушит и так далее, наступает от Ордлойда, ничего подобного. Прошло 4 года, его больше нет. Да, было много чего, но этого больше нет. То же самое я теперь слышу о Байдене. От республиканцев, сторонников того же Трампа, который говорит, придет Байден, все рухнет, ему конец, все, Америка исчезнет и так далее. Уверен, что через 4 года начнутся новые разговоры о том, что если не будет Байдена, если еще кто-то. Это бесконечная борьба. И в ней, в этой борьбе, безусловно, будут стороны. Никуда не денутся ни сторонники республиканцев, Трампа или кого-то из его преемников. Не знаю, кто будет. Может быть, выдвинется новое какое-то поколение республиканских политиков, которые, может, и мощнее будут Трампа, а, может, меньше будут приезжать к стаближению. Я надеюсь, что если изберут, что вы абсолютно правы, что Трамп просто покинет цену в какой-то момент. И кто бы ни пришел на его место, каким бы фашистом он ни оказался, или она ни оказались, они бы не получали эту подпитку из Кремля. И чтобы они хотя бы были американскими. Смотрите, смотрите. Трамп ведь это тоже не одна фигура. Там ведь огромная была... Ну, Пенс же не назовешь этим Кремля, его вице-президентом. Не назовешь многих политиков. И Помпео, знаете, не решил, что назвать, так сказать, человеком, который, несмотря на то, что был при Трампе все эти годы, кроме Рекса Тилерсона, госсекретарем, уж точно не называешь, агентом Кремля. Вот вообще нет. А, но он был просто жаполизм Трампа. Ну, неважно, он жаполизм Трампа, но наряду с этим он вел достаточно независимую политику Госдепа, и это факт. В общем, сейчас Кремля. Лучше, чем наше министерство юстиции, в каком-то смысле, но все равно. Но, тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, если мы рассматриваем Трампа как какую-то продолжающуюся линию Кремля внутри американской политики, то эта линия имеет конец. Она, конечная, имеет точку, безусловно, потому что ни возраст Трампа, ни его проблемы, связанные с его бизнесом, начинающие студы в Нью-Йорке и так далее, вряд ли позволят ему остаться на политическом плаву и снова баллотироваться в президент США. Мне так кажется, я могу ошибаться, но это вопрос времени. Другой вопрос, что проблемы, которые возникли в связи с Трампом или благодаря Трампу, и вопреки Трампу, они никуда не денутся. Америка действительно переживает тяжелый период, но это внутренний вопрос. Насколько влияет на этот внутренний вопрос российские спецслужбы, Кремль, Путин? Нерешающим образом. Несмотря на все, что они делают, решающие, это невозможно. Это невозможно, потому что правильно говорит Пианковский, существует дипстейн, он действительно существует, и он не имеет партийной принадлежности, это не демократы, не республикации. Это те, кто не допустит, значит, доктринально, буквально не допустит то, чтобы другая страна, оппонент, противник, захватили политическую власть выше навсегда в Соединенных Штатах. Могут быть какие-то сложности, могут быть периоды, когда власть слабеет под этим давлением, но невозможно, потому что так работают институты в Америке, что захватить власть как таковую невозможно. Поэтому мне сложно рассуждать о американских проблемах внутренне, потому что пусть это делают американские эксперты. Я говорю только о взгляде через океан. Да, мне просто интересно, потому что вы такую очень важную роль играете. Вы как бы выбираете голоса, которые получают доступ к экрану. Поэтому в этом есть определенная ответственность. Но мы будем предоставлять разные точки зрения, предоставлять разные точки зрения. Опять же, не для того, чтобы повлиять на американский выбор. Нет. Потому что меня сильно критиковали, например, со стороны справа. Значит, там у нас были ряд каких-то людей, которых мне навязывали, я их не считал экспертами. Вот они обязаны выставить. Вы должны их выпустить. Они должны поговорить. Это в основном были сторонники Трампа из Америки. Я считал, что, опять же, их выпускают как будто у нас какая-то пропаганда. Что мы площадка, где некое ресталище между сторонниками Трампа, противниками Трампа, сторонниками Байдена, противниками. Мы не этим занимаемся. Мы занимаемся исключительно, я подчеркиваю, в части, касающейся вопросов Москвы, Кремля. Потому что, если бизнес, которым занимается Кремль вовне, сохранить свои авуары на Западе через офшорные компании, все офшоры, британские в других территориях под контрольной ЦРУ в конечном итоге. Если бы они хотели, они бы это прихлопнули. Они бы могли в Майами навести порядок. Могли с деньгами, с порсчетами, через которые проходят все эти транзакции. Они это не делают. Они это не делают. Почему? Потому что это невыгодно. Потому что это не дает того эффекта, на который рассчитывает американский эстеблишмент. Они хотят использовать деньги Кремля. Потому что это дает дополнительную динамику, в том числе и американской экономике. Они сами не нуждаются, но торгуют нефтью. И средства, которые получают в виде инвестиций в дальнейшем, используют и улучшают американскую экономику. Они вкладывают в нее. И поэтому зачем же резать золотую курочку эту? Понимаете? А это для нас проблема. Потому что таким образом они создают себе российская власть авторитарная со всеми этими репрессивным аппаратами, с коррупцией, криптократией и так далее. Они создают себе запасной аэродром. И он работает. Не один. Вот поверьте мне, начиная со Сталина, с его дочери Аллилуевой, внучки, которая живет в США, двоих детей Хрущева, покойного его сына и Рады, которые продолжают жить в Соединенных Штатах, Андропова, детей, внуков, Брежнева внука. Все живут в США. Внук Ельцина живет в США. Ну, понимаете, и нынешние элиты, в основном дети, все в США. Почему так? И мы говорим о том, что это недопустимая вещь, потому что они грабят в России и все перевозят в США. И США на это сквозь пальцы. И поэтому для нас это имеет значение. Как же мы не будем это обсуждать широко? И если это будет делать республиканцы, мы будем говорить о них, Трамп, не Трамп. Если это будут делать демократы, мы будем говорить о них. Потому что это создает проблемы для будущего именно России. Вот в этом логика. Я с вами просто согласен на 100 тысяч процентов. Марк, я просто хочу задать последний вопрос. Да. И вопрос такой. Чего надо бояться? Потому что мы все время говорим о каких-то кризисах. В этом мне, так сказать, нравятся вообще новости. Потому что всегда что-то происходит. А как вот решать? Например, Северный поток-2. Вроде бы конец света. А сейчас, да может быть, и все будет нормально. Перейдет к войне с Украиной. Да, скорее всего, нет. А вот что вас как бы беспокоит вечером, так сказать? Вы знаете, нет. Ничего не надо бояться. И меня это вот в таком эскатологическом смысле не пугает. Потому что это действительно вещи, которые приходящие. Сегодня одно, завтра другое, третье. Это бесконечное. Это вечная история. Она никуда не денется. Другой вопрос. А может ли человек, отдельно ли взятый, ну возьмем такого, как Байден, изменить ход вещей, который может вести к одному или к другому варианту развития событий? Несомненно, да. Несомненно, да. И должен ли такой человек менять этот ход вещей? Ну, это действительно зависит от уровня ответственности политика. На мой взгляд, точно. Если ты претендуешь не на какую-то узкую доктрину Монроу. Вот мы остров, никто к нам не приедет. А если действительно на Соединенные Штаты, как многие говорят, нельзя не заинтересоваться выборами США, поскольку эта страна доминирующая страна, она гегемон, пытается сохранять безопасность во всем мире. Более того, вызовы, которые бросают США в Советский Союз в свое время, в Нече, Китай и так далее, они вынуждают принимать решения, которые часто очень могут быть непопулярны, но они направлены на интересы безопасности всего мира. Так, конечно, эти решения надо принимать, исходя именно из этого. Из этого глобальной миссии. Если этого не делать, то кто-то обязательно появится, кто заменит США в этом качестве. Возможно, это будет Китай, может быть, кто-то еще. Так устроено человечество, так оно развивается. Ничего мы с этим поделать не можем. Достаточно почитать Библию, чтобы убедиться, что это именно так. И поэтому я думаю, что северный и не северный поток, конечно, это частность. Но большая политика заключается в том, что ты либо считаешь вот этого контроверсивного партнера убийцей, и не идешь ему на уступки, а действуешь согласно своим убеждениям, а эти убеждения вроде как декларируются. Это демократия, всеобщая политическая демократия, в конце концов цивилизованный мир и гражданские права и свободы, которые на всем. Во всяком случае, на западную цивилизацию, как таковую, христианскую цивилизацию, как улыбную ее назовет, эту роль не меняет. Это все слова. Либо ты сужаешь область своих интересов и говоришь, нет, там очень остро, там опасно, это конфликтно, и мы туда не пойдем. Но в конце концов, можно пожертвовать Украиной, а потом пожертвуем Генгрией, Чехословакии, а потом еще и пожертвуем Германией, где тоже, знаете ли, а потом Францией, а потом еще чем-нибудь. И так до бесконечности. Это Орловский сюжет. И поэтому, если уж Байден пришел, будем говорить так, на декларации того, что он изменит диаметрально противоположную политику от той, которая была при Трампе, значит, нужно делать это. Понимаете? Нельзя от этого отказаться и сказать, вы знаете, все-таки это сейчас нам невыгодно. Я вот там говорил, что с тиранией будет покончено Путина. Но вы знаете, мы решили отложить это в долгий ящик. Тогда не надо было этого говорить. Это доверие людей, в том числе, которые за тебя проголосовали. И это отчасти, в том числе, и корреспондированное доверие тех, кто наблюдает за тобой. Ты же взял эту миссию на себя, учитывая роль США в мире. Ты не можешь от этой миссии просто так отказаться? Ты не можешь сказать, что у меня перерыв на обед? Поэтому придется ее нести. Ну, бывает так, что этого и не происходит. Ничего страшного. Придет новый президент, потом еще кто-то. От него не требуется дать свободу России. Не в этом задача. Нет. Эту свободу обрести в России могут отца и ее граждан. Вот это 140 миллионов народов. Если он не захочет, он ее никогда не обретет. Но вот потворствовать тому, что власть, которая узурпирована, оккупирована Россией, будет иметь этот запасной аэродром, хеджировать свои риски на территории безопасной, благополучной США. А я знаю, что я говорю, в США много-много-много раз бывал. Это безопасная жизнь, безусловно. Ничто не сравнится со всеми этими бунтами, протестами и так далее с тем, что происходит в третьем мире. Россия к какому относится точно. Так вот, я еще раз повторяю, если давать такое ощущение безопасности этим людям, в той же самой России ничего никогда не изменится. Как и в других местах. Если вы будете от персидского шаха и заканчивая сирийскими политиками или палестинскими или какими-то подобными тоже так же давать, то они будут свои народы угнетать и будут иметь благополучие в безопасных местах. Таких, как США. Это относится не только к России. То есть, это важная составляющая политики. Просто Россия имеет больший вес. Потому что это гигантская страна. Одна девятая почти суши на планете. И с гигантскими богатствами. И узурпированной властью. И подневольным населением. Просто-напросто нужно не делать того, что в принципе запрещает международное право. Не способствовать коррупции, криптократии и всему остальному. Очень немного на самом деле. И обеспечивать эту европейскую и всякую другую стабильность и безопасность возможностями, которые у США есть, и правами, которые ее наделило это евроатлантическое сообщество. Вот и все. Вот и все. Марк, большое спасибо за участие и наступающим днем рождения. Спасибо, Юрий, спасибо. Это прекрасно. Друзья, большое спасибо вам за то, что вы смотрели эту передачу. Подписывайтесь на канал и делитесь. Марк абсолютно прав. Делитесь ссылками, потому что это действительно очень важно. Большое им спасибо всем и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok